ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Вооруженные силы Украины получили разрешение бить дальнобойными американскими ракетами по российской территории. Вопрос только, как это будет происходить. Болезненно, быстро или мягко, постепенно. Я узкий, и мне повезло, я узкий. А зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Мы идем! Гой да! Так же, как у русского мужчины, это сила в правде. Да просто мы сильнее. Кого? Всех. Потому что мы правы. Сила в правде. Сила в правде. То, что мы победим, и сила в правде. Победа будет за нами. Вам понравился концерт? Да, все прекрасно. А что больше всего понравилось? Мы любим нашу страну, любим нашего президента. Ура! Какие впечатления от концерта? Отличные! Мы в шоке. Вообще, все круто. Россия просто большая-большая сила. И мы победим. Сто процентов. Сила честно служить тому или иной. Ты можешь заблуждаться, как человек. Но ты, если служишь своим идеалом, ты имеешь от этого силу, наполняешься силой. И вот, когда русский человек чувствует, что он прав, он непобедимен, говоришь абсолютно искренне, не для красного славца. Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины. Здесь для меня как бы необычного ничего нет, но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна. И у нас живут особые люди. Мы сильнее, мы круче, мы самые лучшие. Поэтому это, конечно, мешает всему миру, но им придется с этим смириться. Сейчас необходимо самым внимательным образом анализировать, при каких условиях мы будем ужесточать критерии применения ядерного оружия. За время своей неспровоцированной и преступной войны Кремль вполне ощутил последствия изоляции в мире. Число друзей Путина приближается к нулю. Да и тех, кого можно назвать партнерами, теперь в Москве считают по пальцам одной руки. Северная Корея и Иран, где собирает хоть какую-то помощь российский диктатор, яркое свидетельство одиночества России в мире. И хотя да, еще можно говорить об отдельных странах, отдаленных регионах, как Африки или Латинской Америки, важнее тенденция. И тенденция эта идет к сужению роли России на международной арене. Заявление Москвы о том, что вытеснить РФ из, например, ближневосточного урегулирования не удастся, именно об этом. Кроме развязанной войны против Украины и всего коллективного Запада, Путин еще умудрился развязать войну внутри самой России. Своеобразный второй фронт, на который, совершенно очевидно, путинский режим не рассчитывал еще 24 февраля 2022 года. Какой бы закрытой ни была Россия и как бы ни контролировали потоки информации, путинская война в Украине вошла не только в каждый российский город и поселок, но и в каждую российскую семью. В противном случае не было бы лавинообразного бегства тысяч россиян из страны на фоне частичной мобилизации, многочисленных случаев сдачи в плен или появления движения партизанского сопротивления внутри самой России. Нам в любом случае нужно готовиться к этому, нам нужно военнообязанных в лагерях учить, нам нужно их вооружать, нам нужно делать это дело. Пускай видят, что просто так нас не возьмет. Путинский режим теряет источники сдерживания внутреннего единства, а следовательно и управляемости. Совершенно очевидно, что пробуксовывают и фейковая денацификация Украины, и придуманная российской пропагандой идея отечественной войны, и навязываемый обществу нарратив о войне против всего коллективного Запада. Чтобы все эти искусственные идеи начали наполняться содержанием, Кремлю нужен зажигатель, который был бы способен создать цепную реакцию и придать легитимности действиям России. Врал о мире, а готовился к агрессии. Всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия на нашей стороне. Все они наши герои. Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы, сражаются сейчас за предательство и малодушие. Мы идем Гойда! Вам напоминают, смерти нет. Ребят, которые сейчас защищают нас на передовой, и напомнить им, что смерти нет. Так что вперед за Путина, за дворец в Геленджике, за яхты Усманова, за самолеты Ротенбергов. Смерти нет. Смерти нет. Как завещал Путлер, на миру и смерть красна. Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родиться известная поговорка «на миру и смерть красна». Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет. Оказывается, на миру и смерть красна. Что такое на миру? Это значит смерть за други свои, за свой народ, говоря современным языком, за отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн, и даже самопожертвование в мирное время. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны, и ее необозримые размеры. Мы пощадрее душой. Идет спецоперация на Украине, а мы, русские, с русских городов текаем почему-то. Бои идут, бои тяжелые. Противник пытается двигаться вперед. Мы эти попытки пресекаем. Работаем превентивно по тылам, как уже было сказано. Но, опять-таки, подчеркну, что обстановка крайне непростая. Это действительно так. Продолжают поставлять Украине оружие. Буквально в пятницу на базе «Рамштайн» было объявлено о том, что там очередные системы поедут на Украину. В любой момент они должны быть готовы передислоцироваться на аэродромы у российских границ. ОМТВЮЭЙ про головне. Бои идут тяжелые, обстановка очень напряженная. Разрешение бить по российской территории дальнобойным американским и британским оружием – вопрос решенный. Красной линией была передача Иранам баллистических ракет для ударов РФ по Украине. Эту линию Кремль и Тегеран переступили. Поэтому в ближайшие дни по военным объектам на территории бывшей России полетят Атакмс и Стормшэдоу. Эту информацию уже подтвердили Байден и Блинкен. Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Вы ход специальной операции сейчас в целом оцениваете? Положительно. Войска наши ведут себя героически на некоторых участках и в наступление сами переходят. Неожиданно для противника. Забирают наиболее выгодные позиции, высотки и так далее. Противник успеха не имеет. А у нас дальше какие задачи? Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены. Украина не может выиграть у России войну. Не может. Я всегда считаю, что русский человек, в широком смысле этого слова, в том смысле, в котором и я русский человек. Русский человек с самой разной национальности, даже разного веросповедания, он все равно остается русским человеком. И где бы он ни жил, он вместе с собой и со своей землей вдруг вступает в это удивительное состояние, когда чувствует, что пора собираться. Будучи армянкой, все-таки русский человек. Русский человек нормальный русский человек. Понимаете, нормальный русский человек за границей жить долго не может. Я это пробовала. Это у нас не получается. Мы другие. Или мы ненормальный русский человек. Вот тот, кто может, ну это, как правило, человек, у которого нет вот этой привязки к России, нет этого чувства Родины, нет понимания ее. Тоже я никого не осуждаю. Вопросов нет. Но, как правило, русский человек, живя там, он как в туфлях все время, которые жмут. Понимаете? Очень красивые, может быть, туфли. Очень модные, потрясающие, чистые, вообще новые. Бренд какой-нибудь. Но, зараза, они жмут. И вот что-то в них не так. И ты так и мечтаешь, когда же ты уже их снимешь и просто обуешь свои старые, затоптанные, заштопанные, может, даже не очень свежие тапочки. И в этих тапочках родных, как тебе хорошо. Она знает, о чем говорит. Мы величайшая страна. Не потому, что мы живем лучше всех, нет. Не потому, что у нас самая высокая продолжительность жизни, нет. Мы величайшая страна, потому, что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Да. Да. А воевать зашло бы, да? Услужащие, тогда мы поедем туда. Нам же что-то отравить. Лучше у них, чем у нас. Все правильно. Или чтобы наши дети, чтобы не прятаться. Знаете, иногда трусоватый человек, который трусоватый, значит, или крыса, которая загнана в угол, она просто кинутся, кинутся и упустить. А трус может иногда с перепугу выстрелить. Считалось, что для понимания действий Путина важен образ крысы, которая бросилась на малолетнего питерского гопника, когда он загнал ее в угол вонючей, захарканной ленинградской парадной. Да, просто шел вот по этой самой лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять, загнал ее в какой-то угол. Она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще с лестницы на лестницу, с перелета на перелет пыталась прыгнуть мне на голову. Вот это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять. Вова Путин, кажется, навсегда влюбился в эту крысу и понял, что нападение – лучшая тактика и стратегия для любого, кто оказывается в грязном углу. Так мы могли думать до недавнего времени. На практике оказалось совершенно иначе. Когда взращенные Путиным уголовники отправились в поход на Москву, чтобы разделаться с путинскими же подельниками из Министерства обороны и Генштаба, никто ни на кого не стал бросаться. Шойгу с Герасимовым, полководцы нового времени, удрали из Ростова и запрятались в кустах. А тот, кого мы считали крысиным королем, вместо прыжка стал звонить знакомому хищнику в Минск и жаловаться, что Пригожин трубку не берет. Такой вот, понимаешь, щелкунчик получается. У нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы, мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах. Путин так и не стал крысиным королем. Он не стал той самой крысой, которая бросилась на него из угла, чтобы спасти свою крысиную шкуру. Он так и остался маленьким, перепуганным, невзрачным Вовой Путиным, который в слезах и соплях убегал от взбесившейся крысы в темноте холодной парадной. Что случилось? Почему все это происходит? Бедный Вова. Нет, это мы бедные. Во главе огромной ядерной державы оказался такой параноидальный, закомплексованный трус, вымещающий на нас свои детские обиды и свой вечный страх. Это серьезная опасность. Ходит, булками трясет. Ну, имеется в виду ягодицами, да? Резиновая попа. Фактически остановили гражданскую войну. Поздравляю с этой победой. Легко быть смелым, когда под Москвой не стоят отряды Вагнера. Легко нападать на Украину, когда у тебя ядерное оружие и в три раза больше населения. Легко поддерживать социальную стабильность, когда у тебя нефтедоллары. Но как только что-то происходит не так, как ты намалевал в своей голове, ты сразу же впадаешь в бешенство и панику и начинаешь бежать от крысы. Многоуважаемый господин Эрдоган, обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Президент России, который просит о помощи белорусского диктатора. Лукашенко, который дает указания директору ФСБ. И эти люди потом рассказывают о суверенитете, о том, как они отстаивают интересы России и ничем не поступятся перед треклятым Западом. А их может напугать, да и коты, любой уголовник на танке. А ими уже помыкает недофюрер из Минска. Какой позор! До свидания, Сашенька. Пока. Целую тебя. Пока. До свидания. Пока. Это оскорбительно. Это позор. Впрочем, Путин с компанией ничего об этом позоре даже и не узнает. Как любой гопник из грязной парадной. Он привык унижать слабых и прогибаться перед сильными. Временно он вообразил, что сам тут бугор. Но как только появился кто-то непонятный с автоматом, и никто не стал останавливать очередного уголовника, он сразу же стал лихорадочно названивать в Минск и Астану. А где он? И это увидели все. И теперь одни будут разбегаться, другие арестовываться, а третьи думать о своем собственном марше справедливости. Вот если ты слабый, тебя не уважают и тут же нагибают. Тут же. Теперь все знают, что Вова Путин в панике и соплях сбежит от любой крысы. Это большие силы. Начальник генштаба вчера озвучил цифру в тысячи человек. Надо понимать, что с той стороны границы это еще несколько тысяч. Это десятки единиц техники и ПВО, и целое подразделение FPV-дронов, которые постепенно подтягиваются.